Харе Кришна, давайте посетим Джейпур. Это идеальный город для тех, кто впервые приезжает в Индию. Здесь вы можете познакомиться с незабываемым колоритом штата Раджастан и прикоснуться к истории и культуре Индии. Также вы можете получить духовные благословения изначальных божеств Вариндавана, которым поклоняются в местных храмах. Ощутить влияние духовной атмосферы, побывать в уникальных туристических местах, познакомиться с колоритной индийской кухней и получить массу положительных эмоций – все это без труда вы сможете сделать в этом городе. О Джейпуре можно много говорить, но лучше один раз увидеть. Так что без долгих прелюдий давайте начнем наше путешествие. Для начала мы отправимся в Амирфорд, который находится в 11 километрах от Джейпура. Это место является раем для любителей истории и архитектуры. Амирфорд внесен в список всемирного достояния ЮНЕСКО, и его осмотр входит в программу «Золотой треугольник Индии». Амирфорд является одной из самых посещаемых достопримечательностей страны. Чтобы ощутить себя королевской особой и сделать эту поездку поистине незабываемой, вы можете прокатиться до форта на красиво украшенном слоне. Амирфорд – это величественное сооружение, возвышающееся на скалистом утесе. Его история началась в 1592 году. Именно тогда начали строить оборонительный бастион для защиты княжества от вражеских нападений. Перед нами изумительные ворота с украшением Ганеши. Их фасад богато разукрашен натуральными природными красками из овощных соков и минералов. Через эти ворота мы попадаем в уютный внутренний двор. Прямо в сердце Амира находится самое сказочное место, именуемое зеркальным дворцом. Его стены и потолок украшены мозаикой из сферических зеркал. Узор выложен таким образом, что стоит зажечь свечу и создается потрясающий эффект звездного неба. В зале можно увидеть сложные рисунки. И сейчас хочется продемонстрировать вам изящество узора на примере одного цветка. Присмотритесь повнимательней, и вы сможете увидеть скорпиона. А если так, то головы змей. Если посмотреть в нижнюю часть цветка, то можно увидеть рыбу. А еще ниже – хвост слона. И все это – просто цветок, вырезанный в стене из белого мрамора. В этом месте нашла свое воплощение мечта о рае, дающем успокоение уму. В Индии бывает очень жарко, поэтому резные мраморные решетки на окнах защищают комнаты от прямых солнечных лучей. Далеко внизу виднеется спокойная гладь озера, из которого набирали воду. И делали это с помощью вот такого механизма. В дворце жило много людей, и ежедневно приходилось готовить пищу в огромных котлах. Подавляющее количество жителей форта были строгими вегетарианцами. Для защиты государства войны должны быть сильными и агрессивными, поэтому кшатрии могли есть мясо. Однако, даже если кто-то из правителей не был вегетарианцем, он почитал вайшнауф и ценой своей жизни защищал мирное население от иноземных захватчиков. В Индии существовала очень развитая во всех отношениях цивилизация. Амерфорт является очень хорошим тому примером. Приезжайте в Джейпур и сами прикоснитесь к этим древним стенам. При желании вы можете посетить ресторан в стенах древнего форта и отведать классических индийских блюд. Но учтите, цена тут на порядок выше, чем во многих хороших ресторанах Джейпура. Что тут скажешь? Это туристическое место. И вам решать, стоит ли переплачивать. Традиционно кухня ассоциируется с прекрасной половиной человечества, поэтому давайте отправимся в ту часть Амерфорта, которая полностью принадлежала женам и наложницам Раджи. Прибывая в этой части дворца, можно ощутить былое присутствие Махарани, царских жен, которые вели спокойный и уединенный образ жизни в этих покоях. Современные женщины могут долго возмущаться фактом многоженства, но Махарани древности жили в полной защите и любви своих мужей. При всем при этом, женскую ревность никто не отменял, поэтому помещения дворца были спроектированы так, чтобы Махараджа мог тайно посещать комнаты одной из жен или наложниц для того, чтобы остальные не знали о том, где эта ночь проводит их муж. Так как жили все в замкнутом пространстве, лучше было бы, если бы никто не знал о том, какую царицу Махараджа посещает чаще других. Несмотря на роскошную жизнь, жизнь цариц была тесно переплетена с духовной практикой, и помимо шикарной жизни, они поклонялись священному дереву Туласи и медитировали на Лилы, Радхи и Кришны во Вриндаване. Радхи, 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 Радхи. Многие могли бы позавидовать царской жизни, однако богатые тоже плачут. Около ста лет назад царица Джайпура встретилась с бахтиседантой Сарасвати и попросила его. Садуджи, пожалуйста, благословите меня, чтобы я никогда не рождалась в царской семье. Мне завидуют многие, но в действительности моя жизнь похожа на жизнь птички в золотой клетке, а у мужа так много дел, что на меня совсем не хватает времени. В этом мире страдания приходят ко всем неожиданно. Никакие стены и охраны не способны остановить дурную карму. Поэтому даже для правителей важно было думать не только о бренном мире, но и готовиться к жизни после смерти. Рассказываю, что в древнем городе Амер находилось 365 храмов, и царская семья в течение года ежедневно посещала новый мандир. Один из красивейших храмов этого города носит название Джагадши Романи Мандир. Он был построен 300 лет назад и посвящен Кришне и Мирабае. Мирабае – очень известная в Индии поэтесса Вайшнаги. Ее выдали замуж за царя, но она еще в детстве посвятила себя Господу Кришне и считала его своим настоящим мужем. Мужу, состоящему из плоти и крови, это очень не нравилось, и Мирабае вынуждены было страдать за свою преданность Кришне. Говорят, что божество Кришны в этом храме – это то же самое Мурти, которому Мирабае доконялось 600 лет назад. Во время войны великих моголов с государством Мивар, Раджпуты спасли это божество от разрушения и благополучно доставили в Амер. Кришну установили в этом храме и рядом установили Мурти Мирабае. В мире всего несколько таких храмов, где на месте Радхарани стоит Мира. Это очень красивое место, и стены храма поражают своей филигранной резьбой по камню. Обычно гиды не водят сюда туристов, но я настоятельно рекомендую вам приехать в Джайпур и увидеть все это собственными глазами. Мы видим в этом месте смешение индуистской и мусульманской архитектуры. У входа в храм находится красивая мраморная арка, по бокам которой находятся статуи слонов. Это изумительно архитектурное сооружение, и оно стоило бластнословных денег. Приехав в Джайпур, вы можете ощутить дух тех времен, когда могучие кшатри жили, ни в чем себе не отказывая, при этом не забывая о Кришне, и не просто так, изначальные божества Вриндавана оказались в этом городе и остаются тут до сих пор. Впереди вас ждет серия фильмов о красивых местах Джайпура и поклонении Кришне как неотъемлемой части жизни великого клана Раджпутов. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие из серий. Субтитры сделал DimaTorzok